Здравствуйте! В студии Вестника Кавказа Гия Саралидзе. Как всегда, мы говорим о самых главных, самых интересных событиях в мире спорта. Ну, спорта номер один, уточню я. Говорим мы о футболе. И в центре нашего внимания сегодня чемпионат России, Российская премьер-лига, 15-й тур состоялся на прошедших выходных. Становится все жарче в Российской премьер-лиге, как вверху турнирной таблицы, так и внизу. Борьба идет нешуточная. Ну что ж, давайте по порядку. Одним из центральных матчей в этом 15-м туре, на мой взгляд, была игра московского локомотива и Анжи. По разным причинам. Об одной из этих причин мы поговорим позже, в следующей части нашей программы, о непростых взаимоотношениях болельщиков московских, в частности, локомотива и Анжи. И как раз разберем эту ситуацию. Но сейчас о футболе. Анжи, конечно, выглядит очень уставшим. Футболисты явно наелись уже, как говорят в футболе, наелись игры. И, конечно, последний матч очень такой нервный достаточно и очень важный для Анжи в Лиге Европы, который они, напомню, выиграли у Ливерпуля, у английского, со счетом 1-0. Отнял, по-моему, уже последние силы. И если бы не Владимир Габулов, галки Перанжи, конечно, локомотив должен был бы, по большому счету, праздновать победу в этом матче. Но великолепно просто сыграл галки Перанжи. И, конечно, то очко, которое было заработано махачкалинцами, в общем, львиная доля заслуги, конечно, у Габулова. Тащил он все, что можно только было тащить. Правда, пропустил на последних минутах. Но уж это не его вина, не может он все время свою команду спасать. Со счетом 1-1 завершилась эта игра. И при том, что локомотив владел инициативой, и очень много голевых моментов было у железнодорожников. Но чуть не проиграли. Москвичи чуть не проиграли. Проигрывали они 1-0. И лишь на последних минутах удалось им сравнять счет. Вообще, здесь удивительная ситуация. С одной стороны, Анжи, наверное, болельщики и сами футболисты недовольны тем, что потеряли 2 очка, вроде как. Потому что до последних минут лидировали. И могли, конечно, вырвать эту победу. С другой стороны, железнодорожники должны тоже имеют право расстраиваться. Клуб застрял в середине таблицы. Сейчас на 8-м месте локомотив. Уже поговаривают об отставке Билича. Хотя я не понимаю, зачем так часто менять. Игра-то есть у железнодорожников. И в этом матче они показали, что футбол играть футболисты умеют. И все в порядке с этим. Но где-то не везет. Где-то великолепно сыграл голкипер. Поэтому могут и болельщики, и футболисты расстраиваться, что не взяли 3 очка, которые, наверное, должны были брать. С другой стороны, могли и вовсе проиграть эту игру. Но, в общем, если это все уравновешивается, то, наверное, справедливый результат. 1-1. По большому счету и тот, и другой клуб потеряли. Если говорить с турнирной точки зрения. Он же опустился на третью строчку в турнирной таблице. Еще совсем недавно он лидировал, я напомню. Но сейчас после 15 игр 33 очка. Столько же у «Зенита», который вновь, наверное, своих болельщиков результатом порадовал. А вот футболом вряд ли. С «Волгой» играл «Зенит». «Волга», я напомню, это один из аутсайдеров. На 14-м месте идет эта команда Нижегородская. Но по игре «Волга» заслуживал как минимум ничьи. А может даже и побед. Но вот в итоге «Зенит» победил. Сейчас еще там 2-1. Набрал 33 очка. И на 2-м месте делит 2-3 место с Махачкалинским матчем. А вот ЦСКА, который, наверное, для многих неожиданно выиграл первый круг чемпионата России. Я напомню, что первый круг как раз завершился этими матчами, 15-м туром. ЦСКА обыграл Кубань. Очень крепкий клуб, который на своем поле вообще очень здорово играет. Но армейцы выиграли 1-3. И, наверное, Кубань может занести на свой счет только первый тайм этой игры. Как раз в ничью он завершился. 1-1. А затем армейцы обыграли. И вот тут армейцы еще раз мы говорим о том, что ничто не предвещало такого развития событий. Но уже на 3 очка они опережают клуб, который идет на втором месте. Вернее, 20 сразу клуба «Зенит» и «Анжи». И 36 очков у ЦСКА. Очень здорово завершил этот круг ЦСКА. Побеждает. Побеждает довольно убедительно. И, в общем, наверное, клуб по игре сейчас, по тому, как он выглядит, заслуживает этого. А с точки зрения, как будут развиваться дальнейшие события, конечно, предположить трудно. Надо будет посмотреть, как будут выглядеть клубы после... Во-первых, вот в этих позднеосенних и зимних турах, там очень многое будет зависеть, конечно, и от везения, и от того, в каких условиях будут играть клубы. Уже сейчас многие говорят, что надо бы отменить два последних тура зимних. Заговорили. Но когда принимали решение играть все-таки по этой системе, нужно было думать, что Россия – это не Испания. И даже не Франция. С точки зрения климата. Ну, посмотрим. Конечно, Анжи выглядит очень уставшим. Анжи, как воздух, нужна передышка. Вот эта борьба на несколько фронтов, конечно, вымотала клуб. Лидеры очень устали. И на фоне этой усталости понятно, что клуб будет терять очки. Причем, пока Анжи теряет их так, спорадически, редко. Но, боюсь, что это все может закончиться очень плохо для этого клуба. Долго мы говорили о том, насколько долго сможет клуб вот так лавировать. Там где-то за счет классов набирать очки, где-то везение и так далее. Ну, вот оно, похоже, может закончиться. Похоже, может закончиться. И махачкалинцы могут потерять на всех фронтах и все сразу. Посмотрим, насколько вот это ожидание мое может осуществиться или нет. Московская «Динамо», отмечу, обыграла Аланию. Алания на втором с конца месте в турнирной таблице. И уже даже не заговорили, а тренер клуба уже подал в отставку. Но там запутанная история. Два Газаева, один написал заявление, второй пока не принял это заявление. В общем, что будет дальше, непонятно. Но то, что Алания стоит в очень сложной ситуации, оказалось, и стоит на вылет, что называется, это факт. Да, 10 очков после 15 игр, наверное, не то, о чем мечтали в столице Северной Осетии. Другая кавказская команда очень хорошо закончила, на мой взгляд, это одна из главных неожиданностей этого чемпионата. Это, я имею в виду, Грозненский Терек, который завершил первый круг на четвертом месте, набрав 28 очков в 15 игр. Очень хороший результат. Столько же набрал московский «Спартак», который по другим показателям пока на пятом месте, ниже Терека, находится в турнирной таблице. Терек в последнем матче обыграл еще одного аутсайда Мордовию, 2-1, причем выигрывал 2-0, пропустил он только на последних добавленных минутах. В общем, достаточно уверенная, поэтому получается победа. Терек, несмотря на свои ограниченные возможности, выжимает, конечно, из ситуации все, что может. И то, что он на четвертом месте после первого круга, это безусловная заслуга главного тренера Черчесова, с чем мы его и поздравляем после этого первого круга. Рубин обыграл крылья Совета в 2-0. Казанцы так вот, они ни шатка, ни валка, где-то тоже в серединке, ближе к лидерам. Сумеют они как-то вмешаться в борьбу или нет, пока не очень понятно. Ну, небольшой разрыв, там на 27 очков. В общем, при каких-то стечении обстоятельств Рубин и может как-то сыграть еще, побороться за какие-то места, в том числе и в Кубке, в Лиге Европы, наверное. Ну, и московский «Спартак», который обыграл в отчетном туре в 15-м Краснодар со счетом 2-0, довольно прилично завершил этот чемпионат. У клуба продолжаются проблемы, проблемы, видимо, системные, о которых мы уже очень много говорили. Клуб может хорошо сыграть, может сыграть вообще из рук он плохо. На европейской арене очень неудачно выступил в Лиге чемпионов. Не готов просто, если честно, оказался московский клуб к выступлению на столь высоком уровне. Ну, в чемпионате получше дела, там на 5-е место и возможность побороться еще за самые высокие места у «Спартака» есть. Но для того, чтобы преодолеть вот этот кризис системный, который существует в команде, наверное, следует принимать какие-то экстренные меры уже какого-то такого структурного организационного характера, на мой взгляд. Причем это назрело, наверное, давно, эти меры. Ну, посмотрим, что будет делать руководство красно-белого клуба. И какие выводы будут сделаны из того положения, в которое клуб попал. Вот таковы, наверное, основные выводы, основные итоги первого круга и пятнадцатого тура. В частности, в следующей части нашей программы я бы хотел поговорить как раз о ситуации, которая сложилась вокруг Анжи, взаимоотношений со стадионом «Локомотив» и того, что сейчас пишут и говорят по поводу выступлений в Лиге Европы с болельческой точки зрения, с точки зрения организаций. Субтитры создавал DimaTorzok